Конечно, эти вопросы мне знакомы, я не однократно поднимаю свои вопросы и в Думе, и в разных министерах. Порой получали ответ, порой непонятно ответ, о чем. Я вот, что долго не занимает ваше время, вопрос относится к министерству транспорта. Вот я сколько раз не обратился по поводу рядового переправы, чтобы вы представили, могли представить, о чем я говорю. У нас открыта рядовая переправа зимой, бесплатная, и тут же через 50 метров платная. Бесплатная в 16 тонн, рядом платная до 40 тонн. Финансируется за счет краевого бюджета, там плюс-минус 15 миллионов. Вот содержание бесплатное. Я до сих пор не могу понять, почему бесплатные дороги нельзя делать в 40 тонн. Это первый вопрос. Второй вопрос. У нас в народе принято говорить с Шампурой, который в Министерстве транспорта, я не знаю, что за проектировки контрактировал. Ну, это надо было соображать, о чем мы думаем, вообще, что мы проектируем. Я имею в виду ограждения, которые года 3-4 назад начали по краю ставить, и получается что? Что и сами ограждения, они по высоте, насколько высоко, что при ДТП просто нам на спадную проходит через салон легковых машин. И вот за последние 2 года 7 человек погибли в городе Николаевск. И когда я обратился, мы, видите, это краевые дороги, поэтому все вопросы, как я обратился, я в администрацию района, они перенаправляют в Министерство транспорта. Вы краеводили? Так точно. Ну, тут вы же тогда знаете, что это краеводить, что куда-то не важно. Ну, здесь сейчас дороги, которые, я знаю, например, будут, какие дороги, вот внутри, скажем, ближе к городу, для меня, ну, я не знаю, что это краеводить, я думаю, это городские. И последний вопрос, который я очень хотел, чтобы вы обратили внимание, что какие тарифы на этих краеводить здесь. Потому что при таких тарифах, естественно, развиваться здесь, это невозможно. Мы, неоднократно, мы с этим анекдотом по тарифам, мы тогда шел такое дурное обсуждение в Думе, я один из тех, который был против согласования такого тарифа, но все равно, как бы, мы тарифы приняли. Необходимо рассмотреть вопрос за счет краевого бюджета или какие-то другие источники найти, чтобы тариф снизить, вот, скажем, Николаевский... Ну, смотри, можно я перебью, допустим, вот раз вы не просто гражданин, а депутат, вот подскажите, у кого отобрать деньги, чтобы снизить тариф? У сиротов? Нет, нет. Вот я вам скажу, вот я просто не скажу, откуда брать деньги. Вот я соглашусь с вами, Игорь Михайлович. Немножко соглашусь. Мы озвучили цифру 130 миллионов на опов и... 144. А мы утверждали 272 миллиона. Мы тогда, когда... Полин щедрых собак. Ну, я был один, единственный, окажется, в медиуке тел животных, который я был против. Я вообще сторонник того, что полномочия передать нам в местах, а в местах руководители будут решать. Ну, мы это же, кстати, и предлагали. А стреляйте, видимо, потому что, ну, это реально... Ну, мы депутаты, нас не поддержали. Ну, там, в более высоких уровнях. Ну, понятно. Ну, и все, в наших руках. Спасибо. Ну, смотрите, я сейчас Ирина Анатольевне предоставлю слово, она продолжит. Вот мой ответ, потому что по шумпурам, наверное, действительно неправильное решение. Если, более, есть гибель людей, то, значит, точно она неправильная. Может быть, там можно что-то сделать? Ремонтировать? Можно. Убрать, я не знаю, ну, там, сварить какие-нибудь штуки, чтобы они не были острыми. Я не понимаю, что это было. Можно? Ну, по ограждениям. Никаких вопросов нет, ГБДД даст представление, уберем. Но у нас же есть две ситуации. Сейчас уберем ограждение, дети начнут убегать на дорогу. Если не будет, как бы, никаких сложностей в этом нет. Ну, а действительно острое какое-то там неправильное решение? Ну, вы же сейчас с вами проехали, все ограждения, они в 2018 году были установлены в соответствии с теми требованиями, которые были на дорогах. Ну, я же вначале сказала, что мы 2,5 километра как раз будем освещение, делать тротуары, и на следующий год мы заменим по населенным пунктам, где есть вот эти ситуации со старыми ограждениями, на те госты, которые есть с этого года. Они будут чуть ниже, но тоже будут плоскостные, то есть они не будут, ну, там, ни бетонные, ни какие-то. То есть те, которые требуют сейчас в соответствии с требованиями безопасности. Второе, все, что касается ледовой переправы. Отвечу. Толщина льда либо ледовой переправы и нагрузка в зависимости от температурного режима. Любая переправа, она в любом случае намораживается. Мы несем ответственность ровно за ту технологию, которую нам утверждают в соответствии с нормами. В этом году мы переправы делали до 24 тонн. Если в этом году нам позволят увеличить перевозку по массе, мы ее, естественно, увеличим. Все будет зависеть от температурного режима и нагрязания льда. Мы за безопасность. А про коммерческую перевозку скажу вам. Итог прошлого года. Первая грузовая машина что сделала? Утонула. Все помнят, что занимались? И до сих пор она лежит. Поэтому мы в первую очередь за безопасную перевозку. А хотеть там 40, 60, можно и 80. Даст погода, даст толщина льда. Наморозим и будем ехать. В этом году до 30 тонн мы смогли увеличить. На следующий год будет такая возможность? Будем увеличить. Но в первую очередь будем смотреть за безопасность. Ну умело. Молодец. Ну я, кстати, солидарен, знаете, вот с позиции, что коммерческие перевозки, машины свыше 20 тонн, это все-таки коммерческий заработок. Да пусть платят. Вот это не людей касается. И в данном случае вы, получается, отстаиваете коммерсантов, а не людей? Дмитрий Викторович, по итогам я с вами не согласен, потому что по итогам я буду обращать наше состояние. Продукты. Я с вами не согласен. И будет так, как сказала Ирина Анатольевна, что бесплатные переправы будут для людей, а платные для тех людей, которые используют больше другое. Услышали меня? Поминка. Вы же слышали ответы. Здравствуйте. Добрый вечер, Дмитрий Викторович. Наконец-то мы дождались. У нас следующий вопрос. Я житель поселка Нижние Пронги. Мы соседствуем с поселом, еще с селом Аллеевка. Я работаю учителем начальных классов. У нас такие проблемы с дорогой, жуткие проблемы. В нашем поселении отсутствуют вообще какие-либо тракторы, экскаваторы для починки этих дорог. Помимо этого, в нашем поселении проблемы с дизелем на электростанции. Этой весной наши жители были вынуждены сидеть без света. То есть у нас была подача электроэнергии, но она была частичная. В связи с чем? Во-первых, это с тем, что у нас генератор на грани вымирания, извините, я так выражусь. Помимо этого, у нас урезали на 14 тонн соляр. Соответственно, до нового этапа заряжения соляр вынуждены были экономить, чтобы совсем не остаться в весенний период. В мае месяце, июнь, начало июня. До 5-6 июня мы сидели в таком режиме с подачей электроэнергии. То есть и на сегодняшний день начальник ДЭС нам не дает никаких гарантий, что мы в зимний период останемся с подачей электроэнергии. То есть это вот такая огромная проблема в нашем поселении. Помимо этого, детишки уходят у нас в школу с села Алеевка. То есть у нас в школе 3-4 километра, а мы от Николаевска 60 километров. То есть мы примерно час кезды. Вы сегодня уже частично ответили по поводу вопроса судна на воздушной подушке. То есть сейчас, в данный момент, когда отсутствует сообщение у нас с Николаевским, то есть участники у нас берут примерно от 5, ну то есть до 10 тысяч у нас обходится дорога сейчас сюда. Доехать просто до Николаевска. То есть нам больше уже довезти до Хабаровска, от Николаевска, чем приехать с Пронок до Суда. И вернуть к дорогам. У нас детишки ходят с села Алеевка, это от 3-4 километра от поселка Личный Пронок ежедневно, ну в школу. И у нас дороги находятся в ужасном состоянии. То есть момента основания этих поселков, капитального ремонта, не производилась совершенно. Помимо этого у нас ездят все весной на корюшку через наши как раз-таки поселения. И соответственно там сейчас не дороги, там то, что вот у вас есть проблемы с дорогами. То есть, конечно, можно было фотографии показать, там просто нет такого совсем. Что касается с медведями, я солидарна с остальными людьми, мы просто с ними живем. Можно сказать, не то, что мы соседки, мы с ними живем рядышком. То есть они выходят по 4-5, подходят к собакам, их грызут. А у нас детки ходят, понимаете? И у нас помимо этого нет транспорта никакого, чтобы села Алеевка, Допронок, да, довезти этих детей. Погода, непогода, метели, курга, дожди, они все ходят в школу у нас. Малыши совершенно могут. Кто-то в писатель, кто-то в школу. То есть это вот вторая проблема. Чтобы решить вопросы с дорогами, соответственно, у нас нет трактора. На это финансирование тоже нет в бюджете, совершенно слово совсем. Ещё по совместительству являюсь депутатом посёлка Нижний Пронг. То есть у нас достаточно огромное количество проблем. Мы пишем, мы в район пишем, в край пишем. Вот по поводу воздушной подушки я сейчас держу ответ. И здесь написано, на чёрном по белому, что район не обращался с нашей проблемой в край. А край отписывается нам с тем, что, чтобы рассмотреть вашу проблему, нам нужны ответы от района, предложения, как правильно профинансировать и тому подобное. То есть вот на данном этапе у нас такие проблемы. Просим вас о действии. Вы знаете, терпеть не могу такого рода бюрократии, потому что высшестоящий чиновник, по-моему, может сам это сделать. Вот запросить район, наверное, под затыльник тому, чиновник в районе должен это делать, просто и обеспечить. Нет, вот они друг другу письма пишут и вам пишут. Почему они не могут, вместо того, чтобы взять и смотреть. Ну, по крайней мере, разобраться после чего. Ведь усилия-то, в принципе, то же самое. Но им легче письмо написать, отказать, чем вопрос решить. Ну, отписаться правильно, подсказывать. Поэтому, а что мешает нам, как минимум, нам трактор купить, поскольку. Ну, давайте мы подумаем, поскольку запросы. Проверим муниципальный бюджет, посмотрим на какие... С этим трактором вы выходите, я не знаю. Я уже второй раз, что у нас... Получается, седьмой год идет, как мы с этим трактором пытаемся его выпить, чтобы в нашем поселении был. Мы и так и не можем, да, добраться на столько... Сколько машиней нет? Насколько, Андрей, в балансе у нас в детского поселения сидит? Сколько же? 3070 лет. 3070 будет. Ну, еще и у нас два поселка сидит, они очень маленькие. Да, я готов, частично, визу, своего резерва просубсидировать трактор, потому что класс, у которого я послушал, действительно ужасно, это происходит. Но, тут надо посмотреть, как-то вы расходы... На содержание взяла? Да, в общем, я не послушаю. Посмотрите этот вопрос. И комплексно, ну, и плюс, все-таки, по судам, на восточной подручке, то, что на этот вопрос надо вообще сшивать в целом, по сути, вот, и в район, и в тракторе. Отвечу сразу, потому что, ну, не один человек создавал этот вопрос, глава обращался по данному вопросу, мы рассматривали два варианта судов, в том числе, дали предложение как раз зайти в федеральную программу. Здесь есть перевозчик, у меня один, не знаете, да, который считал, 4 года назад, даже больше, 5 лет назад еще покупал край суда, ну, отдавал их безвозмездно. Но так не бывает. Перевозчик тоже должен дойти с нами в лизинг на софинансирование, потому что программа существует, ДТЛК данной лизинговой схемы дает. Мы сейчас 4 судна предпроектное решение поставили. Сейчас зависит вопрос о том, чтобы администрация грамотно точно так же подготовила документы, чтобы было конкретное юридическое лицо, кого эти судна будут дальше передаваться. Мы не можем постоянно вешать все эти затраты, в том числе на краевой бюджет. Заставься администрацию, вот за этого. Да, мы за этого и говорим, что этот вопрос не то, что это там не услышан, он услышан. Два типа судна определены, по два судна. Ну, один ХАСКО-10, если как бы для понимания, чтобы было понимание. А второе мы выбирали, Арктика-ЗД, это тот, который на круглогодичный маршрут может использоваться. Как они должны выбираться в данный период? Сейчас родителям нужно детей готовить, школу собирать. А у нас дорога только 10 тысяч обходится. 20 тысяч туда и обратно съездить, это грубо говоря. Антоний Иванович, вы же сейчас одно судно отремонтировали, оно пойдет же со следующей недели? На конкурс поставили? Значит, давайте так вот, по трактору, я попрошу вас, все-таки вы нам подготовьте обращение. Вот Ивана Горбачева, я ей поручу, она заместитель председателя правительства, она говорила, что все вопросы трактора происходят. Значит, вы заслушаете главу, заслушаете расходы по этой части, поскольку представьте, у меня отдельную договорную задачу. На это черт, мы подумаем, как приобрести трактор вот для трех сел, получается, которые на этой трассе поскольку находятся. Я помогу, я вот на это, на самом деле, вот морозить переправу для 40-тонных грузов не готово. А вот на трактор, потому что пусть это делают те, кто зарабатывает деньги, перевозят эти грузы, просто в первую очередь, на трактор для людей солидарен, что, наверное, нужно поскольку мы посмотрим, все-таки, что муниципальное образование делает для вас, потому что они это должны делать. Вот подойдите к Ирине, пообщайтесь, пожалуйста. Дмитрий Викторович, вот здесь говорят с линии браков. У нас, значит, дом 51-го года рождения. Вот. Мне вот интересный вопрос, по каким параметрам ставят на очередь на осенение по возрасту дома или потому когда он уже развалится. Как это делать? Я ходила в администрацию, думаю, ну, он уже дома это старает, пока дойдем и до расселения, то он уже, может, может, где-то 10 пойдет. Может, вы как-то знаете, а люди пойдут по этому. Как это делается? Что скажут главы у нас? И они еще сказали, что у них нет на... то есть какие-то денег. И в таком вопросе у меня. Дом какой? Деревянный, да. Семьерская, 133. Кантия 25 уже там, как это, расселяют уже несколько лет. Много-много. Вы хотите, чтобы обследовали дом на предмет вон аварийный или нет? Ну, он не сказал, чтобы аварийный. Он может через 5-10 лет, он не завалит. А будет поставить на очередь еще 10 лет. По каким параметрам ставится на очередь на осенение? Значит, дом обследуется на предмет того, если вон аварийный, специальная комиссия, после этого вносится в реестр. И, ну, понятно, что эти дома, которые после 22-го года, они в эту программу, которая сейчас начнется с следующего года, они не войдут. Отправьте туда инспекцию, пусть они, во-первых, объяснят жителям, по каким критериям дом признается аварийным послугом. Во-вторых, пусть они послуживают дом, потому что... Ну, я обследую этот дом, дадим заключение, специальная комиссия у нас, да, заключение. Если вон аварийный, примем аварийный, что вон аварийный поставим, жители этого учет. Спасибо. Значит, я извиняюсь, у меня следующее мероприятие через 20 минут, поэтому еще где-то минут 10, пару вопросов, мы точно успеем отработать. У меня вопрос к вам, касающий чисто вас, нет, уже не местная власть, никто, этот вопрос касается чисто вас. Я надеюсь, видя вас по телевидению, и здесь я не подхалимажничаю, но говорю, что вы останетесь этим губернатором. Я почему-то не сомневаюсь. Так вот, вопрос такой. Сколько я знаю городов, и везде все это узаконено. Почему у нас в Хабаровском крае ни внимания не обращали? Я писал к вам, обращался. Мне такое написали, аллилуйя, что это смешно было читать даже. Когда на нас, обратят внимание, на детей войны, три года нас немец бил, давил, я лично находился три года. Старшего братишку 15-летнего вывели, расстреляли, партизан. Вот, и все, смотрите, все кругом оказывают какую-то финансовую помощь нам, старикам. Хотя бы на лекарства, ведь лекарство дорогое. 4-5 тысяч в месяц уходит только на лекарства. Подожди, а ко мне почему? А где дети? Ко мне почему вопрос? Дети. Депутатские вопросы, они определяют. Ну, вам как губернатору выглавать. Дети, дети. Вот, я считаю, вы этот вопрос думаете. Можно я вам понесю? Но все-таки есть федеральные законы, их принимают, и вот это Государственная Дума. Они определяют порядок помощи детям войны. Так подождите, ну все города, Приморье, Москва, Югии, ну все. Украина полностью сразу, только это произошло, дети войны, сразу поголовно всей Украине предостаточно. Почему у нас этого нет? Давайте я разберусь, обещать не буду, потому что не в предмете этого вопроса, честно скажу. Обязательно посмотрите. Значит, дорогие, это другое, что надо разобраться с этой категорией, все-таки с компетенциями. В любом случае, это закон, но если не в городе будет, я вас попрошу, вы возьмите данные. Если есть у мужчины данные, что где-то такие прецеденты имеются, то точно нужно посмотреть и сделать нам что-то подобное. Выдали металюшку, даже удостоверение не дали. Это смешно. Вопрос, как ты дала, извините, пожалуйста. Вопрос такой. Вопрос. Вопрос. То есть детям нету помощь, нету помощь, нету помощь, нету помощь, спортивная и кровообращение. Брешатки тоже открыты. Забор поводившийся. Вот как уже было в очень сложной школе, что рядом у нас забором проходит теплоказ. И вот через этот теплоказ, через этот забор, значит, можно очень легко прибраться на территорию детского сада. Вот тут вопрос безопасности тоже можно менять. И, в общем, мы просим вашего совместа в решении вопроса по образу, а по областному саду. Да, спасибо, Анатолий Михайлович. А у нас, вот я сейчас смешустенно пришел вопрос по 80 детским садам. Часть финансирования пошла на Николаевск. Этот конкретный, 5 детский сад. Что с ним? Девятый, девятый. Да, он вошел, 4 детских сада. Девятый тоже вошел. Ну тогда, значит, этот вопрос, мы слышали, будет решен. Я просто глобально с председателя правительства, поднимая эту проблему по ряду территорий, просил, он выделил деньги на 80 детских садов по всему краю. Вот девятый, видите, ну я специально не стал их делить, потому что понятно, что не знаю на каждой точке обстановку. Отдал это на главпроведов. Ваш сад вошел. А он сказал только что, что ваш сад вошел. Нет, мы знаем, что в 26 году нам сказали, что будет ремонт капитал. В этом году. Вы говорите про благоустройство площадки в этом году, а капитальный ремонт, и это следующий год. Да, это проектная документация разрабатывается. Будем в программу федеральную ремонт детских садов. И они вот, это да, правильно. Хорошо, спасибо вам. Вопрос, пожалуйста, в этом конкретном зале. Разрешите? Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич. Дмитрий Дмитриевич, пенсионер, житель села Пуя, бывший председатель колхоза Говорецкого Пуя, князев Борис Михайлович. Лучший колхоз «Край» Пуя, лучший председатель колхоза «Край». До 10-го года, 2000-го, все это было, все существовало. И с 10-го по 12-й год были проведены конкурсы, где полностью все колхозы кончили. Конкурсы по участковым промысловам. И была такая ситуация невозможной, что почему-то это не только у нас, не только в Николаевском районе, не только в Хабаровском крае, во всей России, кому-то не понравилось коммунистическое название «Колхоз». И поэтому, или по команде, или что-то по-другому, но все колхозы кончили. И не только в Говорецком, но и в сельскохозяйственной городе. На сегодняшний день в поселке все гибнут. В поселках ничего нет, работы нет. Люди бросают, уезжают. Нам непонятно, для кого земли освобождаются. Раньше царь 200 лет назад просил казаков, чтобы они осваивали именно земли на Дальнем Востоке и в Сибири. Давал корову, платил 3 рубля. С поселением приезжал и пользовался бесплатно природными ресурсами. А сегодня, на порог, как только непонятная политика, все уезжают, все бросают. Дальний Восток и Сибирь так же. Не согласен с вами. К чему мы так придем? Ну, все Дальний Восток. Не согласен, можно я сразу привью вас по тезису, что все уезжают, все бросают. Абсолютное большинство нас, сидящих здесь, не уезжает и не бросает. И у нас сейчас большое количество приток в том же комсомольстве. Почему? Там оборонные предприятия, там нужны дополнительные люди, и туда приезжают. Это к вопросу промышленности. Вот если бы действительно колхозы сохранились, то приезжали бы с семьями и хотели бы снижить. Поэтому не надо обобщать, что все приезжают или все уезжают. Есть наша задача с вами развить, чем заниматься людям. В колхозе они будут. На промышленном предприятии, как там на Азии, в Комсомольске, будут приезжать. Если нет работы, то, конечно, не будут. Поэтому нельзя говорить, что все. Ну, в деревнях, как обычно, нет работы, ни у кого. Поэтому люди просто будут. Если есть 300 человек работающих, а сегодняшний день остается всего лишь там 10 или 15, то вы можете себе представить, что в деревне делится. И вот я бы хотел вам предложить собрать председателей колхозов выше, чтобы осветить полностью все проблемы рыбной отрасли в крае. И послушать внимательно все. Знаете, с интересом отношусь к этому. Тем более, вот Нигалайский это район, который… Я сегодня собирал рыбников. И, кстати, есть все-таки один колхоз, который выжил. Он на Камчатке находится. Колхоз имени Ленина. Вот. Он доброет рыбу. Он отстоял к воду. Там, кстати, тоже… Директор этого колхоза принципиальный пожилой мужчина, который просто впервые договорился с коллективом, но его не смогли, вот знаете, на ПАИ, на участников. Все проголосовали за колхоз. Он до сих пор работает, до сих пор имеет свои годы. То есть исключения из правил есть. Но в правиле я с вами согласен, о том, что действительно развалили эту важнейшую систему. Собирал я сегодня представителей колхозов, предприятий ваших. Они мне тоже накидали эти вопросы. Вы знаете, я думаю, что, действительно, это имеет смысл сделать. Единственное, вот все-таки не только для этой локальной категории, как бывших председателей колхозов. Давайте… Надо записать данные мужчины. В один из моих приездов в Николаевск, нам надо этот вопрос отработать. Может быть, собрать действующих рыбников, вас, и посмотреть, что скажете вы друг другу, и что мы можем сделать для того, чтобы развить эту историю? Нам, кажется, надо собраться все в Хабаровске. Это Ивульский район, это Николаевск… Да мне тоже так кажется. Мне, честно, даже удобнее собраться в Хабаровске. Да, и с удовольствием, я думаю, вы же на лице колхозов приедете. Ну, а о чем нам можно говорить, если еще кто-то соберется? У нас разные совершенно понятия об этом. Вы услышите, вот собраться с людьми, которые расскажут просто о том, как было… Я почему я хочу практику с теорией совместить? Вот даже если сравнить, представители колхоза была выборная должность, да? Все практически имели высшее образование, у всех был стаж работы не менее 15-20 лет, и стабильная работа была… Вы услышите меня, пожалуйста, времени немного… Вот я на ее отношения не спрашиваю. Может быть, хотел бы, но не вернул. Да? Здесь моя вероятность. Я вот человек из раньше времени, мне очень многое в нем нравилось. И еще один вопрос, Дмитрий Викторович, можно о том… Вы услышите, я извиняюсь, или давайте надо кратко… Да. Потому что у меня две минуты, вот чтобы мужчина успел задать… Про медведей, это действительно целая проблема… Да, мы поняли, но… Что мешает-то взять квоту, пойти застрелить в медведя? Где квота? Ее нету, где квота? Не может быть, чтобы не было квоты на отстрел в медведя. В Советском Союзе охотовед района решал эти вопросы. Сегодня это решить невозможно. Дмитрий Викторович, ну как, нет квоты на медведя? Есть квоты. Вы лукавите. Чензия платная. 9 тысяч? Платная, конечно. А кому уже за 9 тысяч? Дмитрий Викторович, добрый вечер. Меня зовут Сергей Ушаков, я с таким вопросом. В том году, в 23-м году, Ваши высшие сотрудники, я сказать, Николаевский на море, городской прокурор, в интересах неопределенного округа лиц, то есть жителей Николаевска на море, обратился в суд с административным риском, обязать администрацию городского поселения привективно-нормативное состояние, асфортированные проезжие части улицы города Николаевска на море. В этом решении суда 20 участков дорог городского поселения. Суд предоставил даже срочку исполнения и разрешения суда до 1 ноября 2024 года. То есть в этом году до 1 ноября исполнить решение суда в Николаевске на море, администрации объявлены контракты в этом году на ремонт дорог. Ни одного участка автомобильной дороги, в котором было указано решение суда, в этих контрактах нет. То есть в Николаевске на море городскому прокурору предвидят, что решение суда будет не исполнено, но в основном лицу выдано предостережение о неисполнении требования закона. Я так понимаю, что 1 ноября решение суда Николаевского на море городского поиска Николаевского на море городского подпорора исполнено не будет. Вопрос. Какие будут приняты меры, ну и вы как сотрудник прокуратуры, какие вы меры приняли, либо как-то нужно, пока есть еще два месяца, исполнить это решение суда? Объясню. В соответствии с законом, меры по принудительному исполнению относятся к компетенции службы судебных поисков. Судебные поисковые. При неисполнении судебного решения должны возбудить административное производство, при повторном возбудить уголовное дело по статье 315 уголовного указания Федерации за неисполнение судебного закона сила решения суда. Поэтому это тот вопрос, который уже пошел в судебные инстанции и, соответственно, его должны разрешать именно специальная служба федерального службы, которая занимается вопросом исполнения судебного решения. суда администрация противоставила ведомости и сметы по объемам работы и стоимости сметы составляют 128 миллионов рублей. Ну вы поговорили это годовой бюджет городского поселения. А есть ли возможность как-то помочь городскому поселению? Нет возможности помочь. У нас краевой бюджет носит острые закредитованные карты. Каждый должен реализовать свои функции, а не выполнять эти функции за других. руководить судя по тому как реакции зала увидели ваш наверно одна из общих не снимая личной ответственности с каждым вместе с тем огромное количество если вы уложите 40 секунд я вот хотела спросить у вас по поводу ветх аварийного частного сектора вот скажите пожалуйста мне такой вопрос есть ли финансирование на этот частный сектор это не финансирование честного фонда но на этот вопрос уже что отвечает отвечали но нечастный сектор И все же, давайте, мы тоже договаривались. Хорошо, давайте еще одну минуту. Я бабушка, да, у меня трое, ну, сейчас, я их воспитала уже 20 лет. Одной 22, 20 и 20, ну, тянут инвалидов. Подавали через прокуратуру на предоставление жилья. Все выучила, все закончили на всех. И на предоставление квартиры. Здесь не отписки, вам тоже писало. Никакого ответа, ничего. Сейчас дает самовый дом. Вроде не ходила в администрацию, и Сиренина, и ко всем сказали, как будет это жилье. Но, в конце концовки, мы там даже шписка и не участвовали. Горь, это человек, а мы смеемся. У меня не понимали. Куда истинно отходится. Министерство вчера мне написано, где-то тут уходилось. Да я-то так отреагировал просто. Министерство заставляло. И судье Хабаровского. У нас есть решение. Мне очень... Я извиняюсь. Вот, все равно, это частный вопрос, который не относится к компетенции главы региона. Не относится. Муниципальное образование, объясняю, вы специально избирали главу и депутатов. Они распределяют жилье. И более того, я не могу дать жилье 800-ому списке, отодвинув 799 человек. Первая группа инвалидности. Есть под первой группой инвалидности. Есть неочередной, первоочередной порядок. Там есть точно та же своя очередь. Поэтому это вопрос вот не ко мне, а все-таки вопрос к Анатолию Михайловичу. Вот если Анатолий Михайлович вам не дает ответ в курсор, у вас есть два пути в курсор. Первый путь в курсор это написать на то, что ваш ответ не устраивает, не по существу, чтобы сдвинули очередь, потому что это невозможно. А все-таки потому, что он, например, не отписал в курсор. Или идти в суд за восстановление своих нарочных прав. Как поле, вставал, задавал вопрос по дорогам. Справедливый вопрос. Но перекладывать, опять, еще раз, забрать у других категорий нуждающихся в угоду вам, точно не следует. И забирать из одной категории бюджета курсор, перекидывать на другую категорию, но у нас это провалится в другую. Я услышал курсор. Но вот это услышал Анатолий Михайлович курсор, и Анатолий Михайлович курсор, вот единственное, что я могу сделать, это взять ваше обращение, поручить ему и установить контроль. Но делать это за него я точно не буду. Ну понятно, понятно, что вы не можете. Ну больше некуда. Давайте, вот Сергей Александрович тянет, напишите, дайте ему телефон подадить. Вашего министра. Александр Владимирович, владеете, да, ситуацией курсор? Нет. Значит, тогда вот мне передайте через Сергея Александровича, я установлю свой контроль и отправлю сюда, в муниципальный район курсор. Да я не знаю. Но с моим контролем. Это типа курсор. Значит, вот заканчивается. Можно я вам сразу подберу это? Давайте. Смотрите, уважаемые жители Николаевска, что я вам хочу сказать. Я внимательно же тоже изучаю вас, не только вы, но и я вас слушаю. Слушаю на вопросы, стараюсь на них искренне ответить. Не понравится вам, а вот посмотреть, разобраться в регионе и подумать, как нам вместе с вами решить вопросы. В первую очередь, я буду решать вопросы для социально уязвимых категорий людей. То есть те, которые не могут самостоятельно защитить свои права. Это важно. Вопросы, ну, там тоже вопросы по переправе. Видите, какой депутат задал вопрос. Ну, там, для коммерческих грузов, для тяжеловозов, что сделайте бесплатно. Наверное, может быть, логика в этом есть. То, что, если позволяет, например, предправительница объяснила вопросов погоды. А если тратить на это большие деньги, то я их лучше потрачу на другую. Много вопросов в конце пошло по решению своих, индивидуальных вопросов. Вот, обратите внимание, не системных вопросов, которые бы помогли обществу, а решить вопрос, ну, то есть, дайте мне квартиру, отодвиньте другие творчества, не буду решать такие вопросы, нарушая права других людей. Потому что считаю это неправильно. Считаю правильным наладить систему. Значит, касаемо главы, тоже вопрос принципиальный. Мне же не только по одному Николаевскому господопору задают этот вопрос. По городу Хабаровску вы же видите, вот, видите, там, уходите, там, уходите, там, уходите, вы, люди, определяете органы местного самопроводства, да, у глав в регионах есть исключительные полномочия. Сейчас, если уж там совсем глава, там, проворовался, там, или абсолютно ничего не делает, можем это сделать, но, извините, я не буду здесь заходить на ваше право, вы, люди, которые избираете депутатов, которые избираете главу, в конечном итоге. Лезь в это, мне то же самое по-корочеству говорят, моему городу Хабаровску, вот, уберите, и вот, меньше года назад, прямым голосованием люди избрали. Я какое право имею ставить под сомнение позицию людей, которые сказали «за», и кто-то мне напишет, ну, отдам, а вот уберите просто. Да, понятное дело, что любой глава работает в сложнейших условиях недостатка бюджета. Любой. И это сложный вопрос. И еще раз повторяю, нам надо больше зарабатывать, потому что, тоже легко сказать, верните там судостроительный завод. Да все за. Каждый из вас здесь за. И я за. Ну, как его вернуть? Ну, вот именно, то есть, не то, что никак. Я ищу эти повли, я пойду в президенту, он, буду, Владимир Владимирович, докладывать, что, Владимир Владимирович, давайте восстановим судоходство на море. Ну, нужно это судоходство, чтобы Николаевск связать с комсомольством, чтобы наши силы и чтобы делать эти корабли, покупая их не в Питере, там, где-то в Казани, я вам об этом говорю, а здесь, вот, в Николаевске или, вот, в том же самом Хабаровском заводе. Но это сложный вопрос. И они не решаются за один день. Хотя, вот они бюджетноемкие, и на них мы сможем зарабатывать большие деньги, которые будем тратить на реализацию социальных вопросов общества. еще раз, бюджет у нас в Хабаровском крае, вот мне достался кусок, я почти 60 миллиардов должен банкам. Обслуживаю кредиты. Это больше, чем в любом другом регионе нашего Дальнего Востока. Поэтому вопросов много. Не могу сказать, что есть большой отток. Он есть, действительно, из Николаевского. Но наша задача сделать так, чтобы этот отток сократился. Наша задача подумать относительно того, какие территории вы устроите. И именно с этим я иду и к президенту, и ходил уже на ваших глазах, и вы видели, это по-другому, премьеру, и просил у него деньги на детские садики. Причем, не на один адрес какой она объем. И сидел, говорил, Михаил Владимирович, не шусь, дайте нам, потому что это нужно людям, потому что это потребно. Показывал ему также фотографии. Значит, по аварийному жилью поставил вопрос. Тоже сложнейший вопрос, потому что, вот опять, вот мы ездим с Леоновом, он, значит, до 150 параков. Аварийного жилья огромный объем. Поэтому, конечно, это должно быть поступательно, но для этого нам нужно развить, опять же-таки, строительные компании, чтобы они приходили и комплексно осваивали территорию. Потому что начнем строить жилье, потому что, встанут вопросы опять по новым школам, по детским садам, по ряду проблем, которые, к сожалению, не решили. И если я буду, вот, прокурорский диск, который обращен сюда, брать на себя, на свой бежит, ну, извините, у меня этот бежит быстро закончится, я это тоже четко понимаю. Моя задача здесь развить любое возможное производство. Рыбники, золотари, судостроение, судоремонт. Это все то, что мы можем сделать. Моя задача, чтобы ТЭЦ, которая сейчас работает на одну пятую мощности, продавала всю эту электроэнергию местным промышленникам. Поэтому, ходите, назовите своих друзей, знакомых. Вот, пусть приходят с бизнесом, потому что мы этот бизнес поддержим, и мы его будем стараться развивать, убирать административный прием. Вот это я вам обещаю. А то, что мы будем перекидывать из бюджета бюджет, отбирай. Я почему и задаю вопрос, вот кому лучше, собакам давать или людям? Я считаю, что людям, и даю людям. Но, все равно же, вы встаете и говорите, а вот давайте питомник. Ну да, питомник. Поэтому, услышьте, пожалуйста, это сложная задача. И у главы муниципального района она тоже нелегкая. Поэтому, не обвиняйте его в том, что он не делает ничего. Мы видим, что делает. Другой вопрос, что если он делает недостаточно, давайте мы поработаем, подумаем. И следующий труп, когда вы будете волей заявлять в отношении своих депутатов, в отношении главы, скажите, что нет, не справился. Но, это не должно быть вот таким революционным путем. Мы лучше сейчас попросим, чтобы он, он снес параги, чтобы он зашел в программу реконструкции. Я вот те обещания, которые дал, по конкретным домам поскольку сделаю. Но заметьте, как я ему говорю, не денег на сферу, а на условиях софинансирования и проверив, а что делает муниципальный бюджет. Да, я вот Ирина Атольевна послал задачу трактор купить в курсу селок, потому что девушка действительно впечатлила этим вопросом. Дети, удаленные села, надо это делать. Но мы в первую очередь посмотрим, как муниципальный бюджет реализует эту функцию. Я надеюсь, что большинство из вас понимает, то, о чем я вам пытался сегодня рассказать. Еще раз, я не пытаюсь вам понравиться. Я пытаюсь сделать мир справедливее, а вас защищу. И если вы мне получите в этом помогать, мы вместе сможем качественно изменить жизнь. Каждого жителя Николаевича лучше. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ